Эта женщина идёт по жизни с высоко поднятой головой, идёт к своей мечте и всегда достигает поставленных целей. Её жизнь похожа на кино или сериал. И всегда интересно, что же будет в следующей серии. По словам Насти, она не представляет свой день без фрешей и чёрной икры. Неужели, Аллочка, чёрную икру заготовили? Скажите. И фреш. Почему-то фреш вас, Настя, не удивил. Вы знаете, Алла, я вам так скажу. Когда есть чёрная икра, кому захочется чего-то другого? Кому захочется фреш? Доброе утро. Доброе утро. Перейдём на «ты». Ну, давай. Добро пожаловать, ласково-просому. И очень рада тебя видеть в себя в гостях ещё раз. Спасибо за приглашение. По глоточку. Не думайте, что у меня вино. Это правда сок. Я не знаю, на вино у меня точно не похоже. Няня Вика. Мм. Я прям сразу же с места в карьеру. Почему? По многим причинам. Во-первых, прошло пять лет. Мне кажется, тебя до сих пор называют няней Викой периодически. Случается. Да. Случается даже и не няня, а просто Вика. Вот. Ну, по-разному. Это роль, конечно, очень важная в твоей жизни. Конечно. И ситком «Моя прекрасная няня». Мне кажется, что это прежде всего исполнение желания. Той детской мечты, при которой ты была в одну секунду. А так случилось. На следующее утро после выхода первой же серии ты стала известна, ну, тысячам. Здравствуйте. Я Виктория Прутковская. Представитель эксклюзивной косметической фирмы. У нас сегодня без прец... Без прец... Тьфу. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Я Виктория Прутковская. Добрый день. Проходите, мы вас ждем. Меня? И давно, а? Вы ведь пришли наниматься к нам няней. Няней? А? А шо? Няней? Да. Прошу. Ага. Как ты получила эту роль? Ну, совершенно случайно. Вот в тот момент, когда ты уже отказываешься от, так сказать, упорного стука в ту дверь, которую тебе не открывают, вдруг она почему-то открывается самостоятельно. Так сложилось, что я закончила школу студии МХАТ, поступила в театр Табакова. И как-то все очень симпатично складывалось, были какие-то интересные роли. Но кто-то из режиссеров видит тебя, а кто-то тебя может и не видеть. И это не вина режиссера или художного руководителя. Несмотря на то, что, прошу прощения, перебьют, и на втором курсе уже снялась в фильме. И я со второго курса играла тоже в МХАТе и в других театрах. Да, было кино. Машенька по Набокову. А вас, я знаю, зовут Машенька. А вас? Лев. А знаете, такие стихи. Расскажите, что мальчика Лёву я целую, как только могу. Что австрийскую каску из Львова я в подарок ему берегу. В общем, в театре всё равно как-то так складывалось, потихонечку оно сходило куда-то. Я не могу сказать совсем на нет. Всплесков не было, да? Но никакого продвижения в профессии не было. Никого я за это не виню. Я думаю, что это исключительно либо судьба, либо я сама что-то там не дотягивала и не делала. И не проявляла то, что потом у меня была возможность проявить. И вот в тот момент, когда я практически от этого уже отказалась, я уже улетела в Америку, родила сына. Кстати, Америка мне очень сильно помогла. Вернулась уже в Россию, осталась. И в тот момент, когда я говорю, ну будет и будет, а нет так нет. Вдруг мне звонят и говорят, вы не могли бы прилететь? А я на тот момент была в Анапе, кажется, да, с детьми. Уже два месяца там сидела. Не могли бы вы прилететь на кастинг? Я прилетела, не одевала мне короткие юбки, как вот сегодня к тебе. Вырядилась, да. Ни шпильки, ни декольте, ничего. Думаю, ну как есть, так и есть. Будет и будет. Абсолютно без веры в ситуацию я пришла. И были американские продюсеры на мое счастье. Да. Которые, собственно говоря, и разглядели. Потому что как-то вот наши товарищи не замечали никаких моих хороших проявлений. Скромные прямые волосики, очень тихая барышня зашла. Они сразу сказали, да она. То есть вы утверждаете, что вы победили целую толпу школьниц? Что вы королева Лапзания? Слушайте, я не знаю, где это там ваше Лапзание и кто там у них королева. Я просто классно целуюсь. Всегда. И вы сделали это своим кредо? Я сделала это своими губами. Бред какой-то. Да на законных основаниях вы не могли победить в этом конкурсе никак. Ах, никак? Нет. Ах, так? Да. Ну всё, вы сами напросились. Максим! Вика, даже если у тебя что-то было с моим братом, почему ты мне об этом не рассказала? Слушай, ну на тебя не уходишь. То я слишком много говорю, то я слишком много молчу. Прекрати. Ты ранила меня в самое сердце. Я не думаю, что мы сможем относиться друг к другу, как прежде. Так, что-то я не поняла. Я только замужество потеряла или ещё и работу? Начался ситком. Да. Сложная работа. И я ведь знаю, что это был сложный момент в твоей жизни. Это был брак с человеком, бизнесменом. Брак не сложился. Ну, бог судья. Как это получилось? Почему получилось? Но знаю, что и детей он хотел отобрать. И пугал тебя. И грозил тебе чем-то. Неприятная история. Вот ты с двумя детьми в никуда. Никому уезжаешь. Смело? Очень. Со стержнем стопроцентно. Мало женщин, кто на такое решается. И слава богу. Алла, я хочу сказать тебе, что слава богу, потому что, на самом деле, наверное, вот этот стержень, о котором ты сказала, это моя казачья кровь. Её во мне, может быть, не так и много, но она очень сильная. И даже порой сложно с собой самой приходится. Не увидит никто моих слёз. Не заглянет никто в мою душу. Ветер вдаль мои слёзы унёс. Плачем я тишину не нарушу. Не увидит никто, не увидит никто, не увидит никто моих слёз. А вот относительно того, чтобы начать самостоятельную жизнь, когда у тебя есть один ребёнок или уже двое детей, да, здесь я всем женщинам рекомендую настоятельно подумать и всё взвесить. Потому что одно дело эмоционально, как-то ты готов к этому, а другое дело, ты должен понять, насколько ты к этому готов. Материально? И финансово, да. Можешь ли ты самостоятельно стоять на ногах? Я не представляю. Если ты говоришь, что у тебя не было в этот момент особо и съёмок, да, зарплата в театре, мы понимаем вообще, какая зарплата в театре. Это были слезы, конечно, да. И двое детей, и как их растить, и где жить, и как вообще... Меня спасла няня. Вообще няня в моей жизни, вот мне многие задают вопрос, говорят, Настя, вас, наверное, вот уже достаёт вот эта вот няня бесконечная. Я не могу передать тебе, как я благодарна этой роли, потому что она перевернула всю мою жизнь. Во-первых, у меня началась работа. И как меня не пугали, что у меня после няни этой работы не будет, потому что это такая роль, которая прилепится, и ты от неё никогда не отвержишься. Как обычно говорят. И я, слава богу, работаю каждый божий день и в разных амплуа, и что-то удаётся больше, что-то удаётся меньше. Но я страшно люблю свою работу и всегда открыта для всяких проб. Марион здесь. Где? На стоянке. На стоянке. У меня началась моя рабочая жизнь, которая была практически без выходных, это уже была другая проблема, но я что просила, то и получила. Дальше я хотела стать самостоятельной женщиной. Я хотела сама нести ответственность за своих детей. И, слава богу, я это тоже получила, потому что мне, конечно, не хотелось менять и условия проживания своих детей, потому что у них был загородный дом, у них было энное количество машин и всякие прочие удовольствия. И оставшись с мамой, конечно, наверное, может быть, и моей старшей дочери, которая уже сильно соображала. Нет, ей не пришлось тяжело. Она немножечко была этим взволнована. Как бы, как ты с нами справишься? Ей было всего 7 лет, и она, тем не менее, задавала этот вопрос. Ты сможешь? Тебе не будет это сложно. Одно из многочисленных интервью сказала следующее. Если бы не моя работа, я бы уже была в сумасшедшем доме. Это было очень трудно пережить. Ни одна женщина могла бы такую же фразу произнести в момент развода с мужем. И не просто развод, а опять-таки вернусь. Двое детей, возвращающиеся из Америки, там ты жила в прекрасной... Я хочу только уточнить. Муж оставался в России, я просто уезжала, и 3 года как бы между Россией и Америкой у меня не было такого периода, чтобы я там стабильно провела. А каким бизнесом ты занималась? Я скажу. У меня было не очень большое количество денег, но были совершенно замечательные друзья. И в Лос-Анджелесе, и потом, когда я переехала в Чикаго. И вот именно мои друзья мне подсказали и помогли, как нужно правильно распределить свои средства и заняться недвижимостью. В целом, инвестиции в компанию должны дать приличную прибыль. Вера Сергеевна, ознакомьтесь, мы вот тут прикинули, с учетом риска можно выйти примерно вот на такие цифры. Угу. То, что вот дала Америка, да, она забрала, вернее, у меня этот страх, когда ты всего боишься. Я приехала из маленького города, Астрахань. Там вот сейчас есть миллион человек уже, слава богу, да. В свое время приехала в Москву. Я приехала в Москву, все здесь не твое, все так сложно ты к этому, и слезам твоим никто, мы помним, да. Не верят, соответственно. Не впечатляется ими. И родителей рядом нет. Да. И подружки очень под большим вопросом. О, да. У красивых девушек. Это непростая жизнь, непростые обстоятельства, высочайшая конкуренция. И ты начинаешь всего бояться, да. И ты не понимаешь, что жизнь – это удовольствие. И вот когда первый вот самый мой день, когда я прилетела в Лос-Анджелес, и я выхожу из самолета, и меня встречают друзья, и мы выходим уже из аэропорта, садимся в машину. И я понимаю, что огромное количество цветов, везде, 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 все вот эти вот… Боже, думаю, какая красота, и меня как пробило, и все, думаю, господи, какое счастье, что я сюда попала. И вот первые полгода, это была такая терапия Америки, да, так подаренная мне, когда отпусти, не бойся так ты всего, все сложится, все будет хорошо, просто надо верить в свои силы, просто надо общаться с людьми, получать удовольствие. Если ты получаешь удовольствие, то люди рядом с тобой, они будут к тебе тянуться, а если ты в страхе, в зажиме, ой, господи, пойдемте отсюда, пока она вот нас всех… Ну, мне зря же ведь говорят, что нужно полюбить себя, и тогда тебя полюбят другие. Ты согласна с этой фразой? Мне с этим сложно. Почему? С любовью к себе. Мне проще жить ради кого-то. Я тогда вижу цель. У меня пока не было моих детей, я вообще не понимала, в чем смысл, зачем это все. Как только родилась дочка, все понятно, сразу как-то все стало на свои места мгновенно. А материнство осознанное было? О, да, конечно, конечно. Мне было 24 года, когда родилась Анечка, сейчас вот ей недавно исполнилось 17 лет. То есть ты вот сейчас спокойно при всех говоришь о том, сколько тебе лет, ты не боишься. Я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не очень понимаю тех, кто скрывает детей. Мне кажется, даже не буду об этом говорить. Я им страшно горжусь. Это самое главное. Если каждый раз, когда он дарит розы, или вы проходите мимо цветочного киоска, в голове сама собой включается вот эта песня, белые розы, белые розы, значит, у вас синдром Юры Шатунова. Внимание! Сегодня звезда 90-х прилетает к нам на собственной машине времени, чтобы заразить своим хитом новое поколение. И как ему это удается? Я клянусь, это не моих рук дело то, что девочка работает на телевидении и телеведущей. Потому что я сначала думала, что это происки либо желтой прессы, либо еще какие-то неприятности происходят. Потому что когда она позвонила, говорит, меня пригласили работать на канал, я позвонила сразу же администратору своему, говорю, сейчас что происходит, минуточку, я не понимаю. Потом я сама приехала и говорю, так, кто здесь хочет пригласить мою дочь? Я говорю, ей 16 лет, вы понимаете, что она ничего не умеет? Она вам сейчас все испортит, и что, потом вы меня во всем обвините? Полночи ее муштровала. Я говорю, теперь скажи мне, легче, легче, не так, легче, громче. Мучила, мучила, но ничего. А ты не напоминаешь себе свою маму, которая была категорически против того, чтобы ты актрисой становилась? И, в общем-то, благодаря папе, наверное, в некоторой степени ты ей и стала. Вот я, наверное, папу напоминаю, потому что со мной не мама работала, а папа. Да, папа как-то... Ну, это работало, но вначале мама же была против, да? Мама была против, конечно. Мама актриса. Мама актриса, и она понимала, что это за профессия. А когда мама тебя увидела вот в роли уже моей прекрасной няни, в роли Вики, вот, наверное, все-таки ее переполняла гордость? Переполняла и переполняет, они очень этому рады. Потому что мои родители, это, может быть, их и ошибка, и их заслуга. Тут как бы с какой стороны посмотреть. Они, ты знаешь, меня с маленького детства папа, папа настраивал на то, что ты будешь актрисой. Во-первых, я это очень любила. Я ничего другого не знала. Я знала, папа работает на телевидении режиссером, мамой работает актриса, и я либо там, либо там до ночи. И, естественно, все мамины спектакли я знала наизусть, все ее песни, все, весь реквизит, где как должно быть, где какой паричок должен быть одет, у кого отклеился услуги, кто будет сегодня... По большому счету, тебе не надо было к вступительным экзаменам готовиться, наверное. Нет. Мне никогда не разрешал папа выходить на сцену. Он говорил, что что-то такое с тобой произойдет, что потом тебе будет мешать. Я переживала страшно, мне так хотят. Все актерские дети играют, я одна сижу за кулисами. Но выйти на сцену для меня всегда было, вот даже когда нет спектакля, даже просто поставить реквизит, я вот каждое движение контролировала. И когда я поступила в АМХАТ, я была так зажата, я такая стеснительная была. Я могла, стоя на одном месте, уронив шаль, запутаться в ней каблуками и не знать, как мне выйти дальше. Вот я стояла, у меня партнер просто дергал, пошли уже, пошли танцевать, там еще что-то. И это говорит Анастасия Заворотнюк, которая купается в комфортности своего существования и перед камерой, и на сцене. И за это я тоже должна благодарить няню. Я ж надеюсь, что я тебя правильно поняла. Ты ж меня накажешь, думаю, пора. Поводов столько, что хватит нам, вплоть до самого утра. Тогда согласен. Быть всегда виновной, быть всему виной, быть всему виной. Послушай, во-первых, тема нянь, тема бесконечная. Да, конечно. И, наверное, очень любимая в кинематографе, да и в литературе. Да. И няни бывают ужасные, бывают прекрасные, бывают интересные, бывают поющие. В общем, можно снять и любовную лирику, и жесткий, очень сложный детектив, да и драму. И триллер. Да. Режиссер фильма «Мэри Поппинс. До свидания» Леонид Квенихидзе как-то признался, что снимал сказку для взрослых. Тем не менее, каждый советский ребенок мечтал, что однажды к нему прилетит леди совершенства. Идеальная няня, волшебница, владеющая языком птиц, путешествующая с помощью зонта и так похожая на актрису Наталью Андрейченко. За океаном образ леди совершенства прочно ассоциируется с именем актрисы и певицы Джулии Эндрюс. Роль Мэри Поппинс в фильме 1964 года даже принесла ей премию «Оскар». В карьере Эндрюс нашлось место и для другой знаменитой няни. В «Звуках музыки» актриса исполнила роль очаровательной гувернантки Марии, ставшей буквально родной матерью, семерым непоседливым воспитанником. А вот загадочная молчаливая Мак Фи, героиня фильма «Моя ужасная няня», в исполнении английской актрисы Эммет Томпсон, внешне более смахивает на злую ведьму, чем на добрую няню. На лице старческие борода, в кино с картошкой грязные волосы. Но по мере того, как дети исправляются, няня хорошеет и молодеет. В кинематографе последних десятилетий роль няни частенько примеряют на себя представители сильного пола. Причем эту исторически женскую профессию осваивают мужчины крепкие, вида устрашающего. В американской комедии «Няньки» нелегкая обязанность по воспитанию двух избалованных близнецов ложится на плечи здоровенных качков Питера и Дэвида. А в фильме «Лысый нянька. Спецзадание» с детьми возится звезда боевиков Вин Дизель. В советском кино главный нянь, конечно же, усатый нянь. Роль молодого воспитателя детского сада стала звездной для актера Сергея Проханова, герой которого повзрослел, оказавшись среди дошколят. Ну а среди рисованных воспитательниц пальма первенства, безусловно, принадлежит домомучительнице Фрёкинбок. Эта строгая дама с пылесосом, не устоявшая перед чарами, мужчины в полном расцвете сил, доказала детям и взрослым, что няня тоже человек, и ничто человеческое ей не чуждо. Во время съёмок этой же няни в какой-то момент ты даже пропустила спектакль. Это действительно был такой момент, когда мы три с половиной месяца, не останавливаясь ни на один день, снимали, 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 потому что шли эфиры, и, так сказать, остановиться не было никакой возможности даже на один выходной. И нагрузка, она, её, наверное, даже очень сложно описать или как-то представить её, если ты не знаешь, что это такое. Когда ты большое количество текстов учишь, то память начинает удалять из жизни, из головы, из мозга определённые файлы. Первым, кстати, ушёл английский. Не целиком. Но буквально через две недели вот такой тотальной работы, я разговариваю с американцами. И ты ещё шла. Я понимаю, что я не успеваю ему что-то сказать. Дальше больше, дальше больше. Дальше ты начинаешь забывать роли, те, которые тебе нужно выйти сейчас и играть. Дальше ты начинаешь путать дни. Ну, в общем, остаётся только тексты в голове, да? А он там очнулся. Оно всё покидает. А он там очнулся. Вокруг белая палата. Да, да, да. Вообще непонятно, где ты. Кто я, где я? Кто я? Как меня зовут? По-моему, и такие уже грани даже были, потому что ты просто не помнишь, что вчера было, кто был. Подходят к себе люди. Мы же с вами знакомы. Я говорю, да, да, да. Наверное, кто-то обижался, но тут вот на таких людей, как я, нельзя было обижаться в таких обстоятельствах, потому что, ну, просто вот тотальная загрузка. И в какой-то момент я просто путаю. Например, четверг и пятницу. Просто 14-е и 15-е. Я путаю. И не приходишь на спектакль. Начинает звонить, помрешь. Хотя все всегда знают, что я прихожу за три часа до спектакля, это правило, которое мне досталось от мамы. За три часа до спектакля ты должна быть в театре. Это не просто потому, что пробки, а потому, что нужно собраться, нужно как-то подумать, нужно все вспомнить, нужно всю партитуру пройти. Слушай, а неужели твой бандит ничего не припас на черный день? А? Он-то не припас, он всего припас, ты не волнуйся. Где? Не надо мне ничего. Никакого золота, ничего мне не надо. А кому надо, никому надо? Скажи, где? Наверху тут стриху. Беги! Беги! Слышь, ты чего папа? Беги к нему, давай! Ой, папа! Позвонили почему-то из театра за 15 минут до начала спектакля. И позвонили, я, естественно, не подхожу к телефону, потому что у меня всегда было по 98 неотвеченных вызовов каждый день, поскольку я на площадке. Но съемочная группа не сразу передала это, а мне сказали об этом уже около 8. Ой, как нехорошо. То есть там тоже были свои какие-то перипетии. С одной стороны, я понимала, что это непростая ситуация и неоднозначная. То есть каждый преследует свои интересы. А с другой стороны, я вдруг осознала, что я больше там не хочу работать. Я пошла и подала заявление. Написала объяснительное письмо Олегу Павловичу, поблагодарила его за все, попросила прощения за то, что вот такое случилось со мной. Я понимаю, что я не в состоянии совмещать такие активные съемки и работу в театре. И ушла. И мне казалось, что я умру ближайшие два дня. А на третий день я поняла, какая я счастливая, я свободная. Я, Настя Заворотнюк, нахожусь в гостях у Аллы Крутой в программе «Ласкава просима». Видите, как меня здесь принимают? Любят меня. Няня, ведь еще чем была интересна в твоей жизни? Этот сериал принес твою жизнь очень много. И мы об этом уже не раз говорили в течение этой беседы. Но, наверное, благодаря ему ты и попала, как и телеведущая на телевидении. Два телевизионных шоу, о которых я хотела бы сегодня поговорить. Но прежде всего две звезды. Ты ведь там пела. Пела. Ты ведь там пела. Это потом тебе легко было уже и ведущей быть. Вот, например, в Украине в «Народной звезде» ты была в жюри даже. Да. Наверное, было уже тяжело судить после того, как ты сама прошла эти испытания. Очень сложно. Очень сложно. Ты понимаешь, какая степень волнения? Звезды волнуются. Я сейчас ведущая этого проекта. И ты волнуешься. Это «Две звезды». Нет, я уже не волнуюсь. Ну, в смысле, когда ты ведущая, ты уже, в общем-то. А когда ты выходишь пить, то это так страшно. Ну, я же не Лара Фабиан. Мы сложно записывали эту программу ночью и так далее. И все были уставшие. И все тоже очень волновались. Это было сколько там? Шесть лет назад. Но когда я через несколько лет попробовала прослушать эти свои песни, как я их исполняла, боже мой, я думала, я сгорю просто от стыда. Когда я слышу там неточные ноты, это же все вживую поется и так далее. Думаю, как я могла? Почему я? Я долго отказывалась. Но, так сказать, сломалась в какой-то момент. Вспомним, как звезда всю ночь напролет смотрит синим взглядом. Лишь о том, что все пройдет, вспоминать не надо. Лишь о том, что все пройдет, вспоминать не надо. Все пройдет, и печаль, и радость. Все пройдет, так устроен церет. Все пройдет, только верить надо, что любовь не проходит, нет. Не проходит, нет. Не проходит, нет. А в жюри славно? В жюри было тоже сложно. Это, кстати, был мой первый опыт, когда я сидела в жюри. И сложно, потому что объем волнения и объем ответственности. Потому что я понимаю, что люди запоминают каждое твое слово. И ждут остроты суждения. Ждут остроты, а как человека ранить? Он же вышел, он тебе душу открывает. Я помню, там такие были совершенно очаровательные дуэты. Я сейчас уже по именам не буду перечислять. Но когда человек выходит, он говорит, на смотри, у меня душа красивая. Настя, возьми микрофон. О, это он. Да, да, это он. Я не знаю, конечно. Дорогие друзья, я думаю, что эта песня в исполнении этих лондонских тинейджеров на меня, например, произвела больше впечатления, чем оригинал. Знаете что, я вам поставлю 10. И Саша поет ничего. А вы на нее сфотографируйте, потому что она девушка. Итого 24 балла. Снежана, вы знаете что, мне даже немножко страшно за эту пару. Ребята, я вам искренне симпатизирую. И в прошлый раз вы действительно целиком покорили мое сердце, но сегодня это явная неудача. Явная. Половина слов не было слышно, половина было непонятно. Я поняла про малыша и про арбуз. Это было клево, весело, но... Так украинские жморы и спевают должны. Не в этом дело. Спевайте душею, знаете, и я пойму все. Так вот, если вы так дальше будете петь, то желтые тюльпаны могут стать вестником разлуки. Я пять ставлю вам с натяжкой. Пять. Такая личная просьба, вы мне потом скиньте, пожалуйста, ту вот фотографию Василия, вот где он. Обязательно. Мы сливаем. Мы сливаем. Рентгеновский снимок Василия. Нет, 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 там было с голым торсом и без носок. А вот теперь можно спросить об оценке, Анастасия. Подождите, я забыла про это. Мы, напомню, Киев, шоу «Народная звезда». Да, 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 я вспомнила, что Вася женат, и я тоже, и в общем, ситуация сильно усложняется. Оценки, да, 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 я помню. Ну что я могу? Десять. Когда мы смотрели «Танцы на льду», да? «Танцы на льду». Я все хочу сказать. «Ледовое побоище». Я понимаю, почему. И огонь, как там было, лед и огонь. Лед и пламя, да. Лед и пламя, «Танцы на льду». Действительно ассоциировался и с твоим именем тоже. И тебе комфортно там было, это видно было. Вполне, вполне. Ну, там произошла история. Произошла. История произошла, твоя встреча с Петром Чернышом. Ну что, любовь с первого взгляда? Ну, может быть, даже отчасти и так. Да, наверное, можно это так трактовать. Хотя на площадке у меня романа не было. Да, поскольку у нас была такая непростая ситуация, и я, в общем-то, была неодинокая, и у Петра была барышня. И так все было сложно, что уж точно было не до романа. Но глаза-то уже сверкали. Но глаза-то просканировали, вот такие же зеленые, как у тебя, просканировали сразу, тынс, просто четко понимаешь, да. А что-то там веришь вообще в любовь с первого взгляда? Или веришь в страсть? Это случилось, вот что-то такое, какая-то химия, электричество, как угодно это можно назвать, произошло. Но дальше я себе сказала четко, нет. Работа отдельно. Вот ко всему, вот к тому, что сейчас есть в твоей жизни, столько проблем, да, еще и вот, нет. Катался он божественно. Я считаю, что он самый лучший фигурист. Не потому, что он мой муж, он правда катается невероятно. Но вообще он божественный. Нет, не божественный. И волосы, когда у него он так. Ну он правда. Красивый мужчина и талантлив в том, чем он занимается, и все линии красивые. Я в мужчинах больше, чем красоту ценю талант. Мне вот это нравится. И мозги. Ты не против, да? Я стопроцентно согласна. Вот. И талантливый. Ну тебе повезло, он еще и красив ко всему. Вот такая вот история случилась. Повезло ли мне в этом? Повезло, повезло. Шучу. И еще и он умен. Два права. Первый партнерша – это хрустальная ваза. Второй партнер – это подниматель кобылы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ай, 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 ай! Ай, 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 ай! Ай, ай, ай! Ай, ай, ай! Ай, 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 ай! Ай, ай, ай! Ай, 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 ай! Ай, ай, ай! Ай, ай, ай! Ай, 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 ай! Ай, ай, ай! Ай, ай! Ай, 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 ай! Ай, 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 ай! Ай, 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 ай! Ай, ай, ай! Ай, ай, ай! Ай, ай, ай! Ай, 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 ай! Ай, ай, ай! Ай, ай, ай! У меня шли, я под хвост попала, и я уехала. И звонит мне Петра, говорит, я могу приехать к тебе там буквально на несколько часов. Не знаю. Прилетает. Попробует, да? Да. И что-то так мы бродили тоскливо. Пошли купаться. Я говорю, ну, ночь, уже вода прохладная. Я говорю, я не хочу. Как-то у меня настроение было не очень. Говорит, а я все-таки скупаюсь. Зачем, он, думаю, меня заставляет так вот в воду идти, глупость какая-то. А там потрясающий совершенно пляж и такая вот площадочка, с которой можно нырять. И я с ней с удовольствием ныряла, ему днем об этом рассказывала. С трубкой, с маской. И вдруг он туда заплывает, помахал мне, выныривает. Идет, трясется весь. Я говорю, ну что, сплава. Я же говорила, что у вас. Я говорила, говорила, да. Он говорит, ты знаешь, я это нашел. Я говорю, что нашел? Ну, ракушка какая-то. Ну, что за детские игры? Он открывает ладонь, там лежит это кольцо замечательное. Сияет страшно. На колено, выходи за меня за мной. На колено. А это да, да, да. Нет, нет, нет. Я не знала, что ответить. Я так была счастлива. Я ей говорила только, я так счастлива. А я не, да, не, нет, не могла сказать. Я как-то так подрастерялась немножко. И мы вернулись обратно в отель, зашли в ресторан. Сидело несколько пар. Но мы, видимо, так сияли. Мы не обнимались, не целовались. Мы все как-то так немножко сдержаны, чтобы все-таки кому-то приятно это будет, кому-то нет. Я так не очень это люблю. Но, видимо, у нас так сияли глаза, чтобы всем все было понятно. Это была такая забавная ситуация. Если нас кто-нибудь еще слышит, какая же работа? О, мужчина. Женщины, это что? Мужчины. Женщины, это что? Они дают... Женщины! Молчи. Это что? О, сейчас хорошо. Теперь у них все висит в воздухе. Ленечка нету? Ленечка нету. Просто какой-то клуб огонек у нас. Хорошо. Бодрит, однако. Поехали. Поехали. Смеется. Он не знает, что он сегодня... Смех на диване. Ухали. Ну, наша желтая пресса, конечно же, не оставила и вас в покое. Ну, тебя-то вообще не оставляют в покое. Слава Богу. Это радует. Пусть лучше нам завидуют, чем нас жалеют. Так вот, прошлым летом вдруг возникли такие сплетни в прессе, что вы разводитесь, что вы поссорились. Надо отдать должное тебе. Ты никак не выступила в ответ. Вы просто спите, повернулись и улетели. Улетели на Сейшельские острова. Да, мы так, собственно говоря, всегда поступаем. Потому что, в общем-то, я практически ничего не комментирую в желтой прессе. Потому что в какой-то момент пришло такое четкое понимание того, что как только ты говоришь «да» или говоришь «нет», или «как вы смеете», ты связываешься в этот разговор. И это только раздувает этот конфликт, скандал там и так далее. Оправдаться невозможно. К сожалению, люди очень многому верят. Просто я говорю, уже напишите, что за врачом-падачок ест детей на улицах, да? И этому уже поверят отчасти. Во всяком случае, все читают. И поэтому как-то говорить «да», «нет» – нет смысла. Никакого. Понятное дело. Легче улететь на Сейшельские острова. Да, да, можем себе позволить такое, да. Улетели, и это был чудесный отдых. Сейшельские острова – это шелест волн, белоснежные пляжи, шорохи тропического леса, укромные бухты, высокие горы. Это 115 райских островов, не похожих друг на друга. Майя, например, самый большой и населенный. Здесь расположена столица Виктория. Совсем недавно носившая статус самой маленькой столицы мира. И обладавшая даже одним настоящим светофором. Но время не стоит на месте. Где-то в Полинезии обнаружили столицу еще меньше. А в Виктории уже появился второй светофор. Пролин. Второй по величине остров Сейшел. Люди со всего мира едут сюда, чтобы полюбоваться на коко-де-мер. Или морские кокосы. Отчасти потому, что это самые крупные орехи в мире. Но, пожалуй, в первую очередь, чтобы оценить форму этой ботанической диковинки. На пальме кокос выглядит огромной зеленой сферой. Однако без кожуры он предстает в несколько ином. В весьма неприличном виде. Остров Ладик считается самым уютным уголком Сейшел. Где жизнь ничуть не изменилась за последние 200 лет. Совершенно чистое морское дно. Прозрачная вода. Буйная растительность. Единственный транспорт здесь – воловьи и упряжки. Сейшельские острова – это тропический рай, изобилующий фруктами круглый год. Здесь существует по меньшей мере 15 разновидностей бананов. И почти столько же видов плодов манго. Поражает цветочное изобилие. Всевозможные экзотические растения радуют глаз и будоражат обоняние. Еще в прошлом веке некоторые путешественники были уверены в том, что один из островов этого архипелага и есть то самое место, где цвели библейские кущи Эдема. Словом, как написано в рекламном проспекте одной британской турфирмы. Если вам не понравится отдыхать на Сейшелах, то тогда лучшим отдыхом для вас может быть только отдых на другой планете. Я пью тресок. Давай. Да. За сплетни, которые делают нас сильнее. Знаешь, есть вещи, которые страшно произносить, потому что существует как бы зависть богов. Но тем не менее, на сегодняшний момент в твоей жизни существует в принципе многое, о чем мечтается. Есть прекрасная семья, есть любимый муж, есть двое потрясающих детей, есть работа, которая тебя радует, и ты востребованный человек. А что бы еще хотелось? Конечно, секрет. Я знаю, что скажешь, не говорят о секретах. Хотела бы даже прокомментировать другое. Ты начала с того, что существует зависть богов. А на самом деле, если каждый человек глянется на свою жизнь, у каждого есть свой багаж, который можно сказать... Положительных эмоций. И того, что хочется беречь, охранять. И у каждого есть очень большой свой круг проблем, которые существуют примерно такие же. Они в принципе у всех одинаковые. Чтобы дети не болели, чтобы хорошо учили, чтобы не пропускали университет. Ну и так далее, так далее, так далее. Поэтому тут, на самом деле, у каждого на своем месте все примерно сбалансировано. Ну что, Настя, нам пора прощаться. Да что ж такое? Время эфира подошло к концу. Во-первых, я предлагаю еще поболтать. Да. Ну не все же мы можем рассказать. Мы не все можем рассказать. Во-вторых, я предлагаю тебе... Ну, в общем-то, съесть икру. Все-таки оскорбиться. А я ее съем. Я ее съем. Даже тебе предлагать не буду. Дай бог, что я счастью. Шучу, шучу. Любви, радости и успеха. И тебе того же от всего сердца. И всем нам. А я прощаюсь до следующего воскресенья. У нас опять в гостях. Я надеюсь. Да нет, я уверена. Будет очень интересный собеседник. Вам хороших выходных. Пока. Все, все. Все оставлю там. Пусть себе лежит и есть не просит. Или лучше пусть другая дура это носит. Все, все. Надо исправляться. Ну, а чего тянуться, чайник 20? И год назад ведь то же самое себе обещала. Но в этот раз такой настрой, что к лучшему меняться стоит. И, кстати, всем совет простой. Бросайте в прошлом все плохое. Все, все, все. Все оставим там. Там-тара-та-там. Там-тара-та-там.